саламад создар кешарак добрый вечер всем саламад создар саламад создар кошки диноздиерс добрый вечер саламад создар сегодняшняя у нас сегодняшняя тема у нас будет энергии изобилия и сегодня мы будем говорить про деньги откуда берутся энергии забили как можно эти энергии в себе повысить как можно открыть поток изобилия как приходят деньги давайте мы сегодня поговорим на эту тему и конечно же наш уважаемый гость замечательный шерифик бей сейчас нам присоединиться и мы поговорим на тему изобилия нашего подсознания саламад создар кешарак барлык таран згам гуган керемет парке шутки земли на шатура лысо лисе мазбер маз ашана кайдан пойда волода прежде чем начать эфир я хочу показать сердечко моего сына который сделал для меня сыночек смотрите из лего он попросил всем показать какое шикарное сердце вот итак богин ангиме маз ахшат урала булада на сегодняшний день очень много денег очень много вообще денег на земле знаете по объему нас так много что можно всю эту планету со всеми и живыми существами со всеми со всем что есть на этой планете купить сто раз купить сто раз понимаете вот вот такое количество денег сейчас на планете и многие скажут ну блин а где тогда эти все деньги почему где то есть бедные где то есть еще до сих пор люди нуждающиеся кто-то богатеет и кто-то беднее да то есть это на самом деле все связано с энергиями и конечно же когда мы понимаем откуда берутся энергии как эти энергии направляются и потом мы уже делаем план структурируем все это тогда у нас получается получается открыть этот поток сегодня я попрошу мы поговорим с рефигбием на тему денег я думаю что это прям для всех очень и очень актуально а сейчас немного я бы хотела да он будет в эфире рифигби будет в эфире и всего сейчас я бы хотела поговорить немножко об истории все великие люди всегда что-то творили то есть создавали например если мы посмотрим султанов османской империи тот знаменитый султан сулеман которого все любят фильмы про которого все смотрели вы наверняка видели фильмах что он изготавливал он изготавливал ювелирные изделия то есть что он делал он творил какие-то шедевры на свободное от походов времени 80 процентов своей жизни он провел в походах то есть не так как фильме султан сулемана когда вся история крутится только вокруг гарема это на самом деле не так из всей своей жизни большую часть он провел военных походах его когда он отдыхал он сделал вот эти ювелирные изделия они до сих пор хранятся здесь в сарае в дворце топ-капе где жили раньше султаны и то есть такого уровня люди всегда что-то творят всегда что-то создают давайте вспомним про ходжа ахмед ясауи ходжа ахмед ясауи изготавливал деревянные ложки несмотря на его высоко высокий уровень духовности не смотря на то что у него было очень много учеников и в принципе он не нуждался ну он мог бы за счет этого за счет этих денег которые ему приносят жить но он изготавливал деревянные ложки он их продавал и за счет этих дохода он жил по давайте посмотрим на пророков давуда пророк давуд он по тем временам был единственным султаном королем всей планеты представляете он король всей планеты то есть все люди на планеты были его но под его государство да и и вот пророк давуд он также изготавливал что-то из дерева он делал вручную давайте вспомним пророкой пророк по моему ях я его зовут ну один из пророков и первый самый первый кто начал шить одежду он просто лег на землю на которой поселил большие листья вырезал силуэт и как-то это скрепил то есть он первый кто изготовил одежду и если мы посмотрим на историю мы видим что великие произведения шедевры самые дорогостоящие и которые очень долго время хранятся и действительно как национальная достоинство национальная горы с основной то есть культурное наследие это все шедевры которые были созданы людьми и они бесценны к чему я это все говорю многие люди в нашем обществе 80 процентов потребителей те которые живут в сознании на определенных вибрациях ума и они только потребляют то что производится то что изготавливается другими людьми оставшаяся часть это люди высоких вибраций люди творцы скажем так творцы своего своеобразно можно назвать творцами идей творцами бизнеса творцами каких-то вещей и помните вот вот это сознание потребителя она была насажена людям за последние 200 лет потому что развивалась экономика монополизация и так далее так далее и поощрялась потребительство больше было потребителя то есть ничего не делай просто покупай а сам работой наемным работником но на самом деле так если посмотреть чуть дальше в историю мы знаем что мы видим что люди по большому счету большинство людей зарабатывал на своем творчестве изготавливая из что-то изготавливая что-то выращивать что-то сажали да и то есть люди всегда творили и люди которые творят и находятся на этой вибрации творца как мы говорим салтанат это сын то есть я за пределами султанство да то есть я за пределами султанство то есть вот эта вибрация это вибрация высокочастотной и многие из нас выны в нынешнее время забыли об этой вибрации забыли о творчестве сейчас минуточку рефигби присоединился я отправлю ему запрос и вот по сути деньги не зарабатываются деньги создаются вибрация нынешнюю по методике рефига корхмаза рефигбей богян чок гюзаль бир кону очал да он же естьrobeк кор쳐�도 же нашли наса наса в�ion thy окна за друг exhibит волшеб снежков Руссия, Казахстан, все наши друзья, всем приветствую Рефик Бей, очень рады поприветствовать его. Сегодня мы поможем, как говорится, как пара и брость, наибрации, наибрации, и наибрации. И я с вами поможем, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Косин сонючки. Стоять. Хомер. Например. Ренклер и звук. Да. Хомер. Илья. Думаю. Хомер. Думаю. Думаю. Рефик Бей. Рефик Бей на тему того, что все, что создавалось до этого времени, с того, что создавалось, Ну, как сказать, всё, что раньше создавалось, люди создавали своими руками. Они создавали, допустим, какие-то шедевры, они создавали картины, они создавали ручную что-то. И всё, что они создавали, они создавали своими руками, физически, прикладывая усилия. И Рефикбей говорит, вы начали такую интересную, очень и прекрасную тему, и сейчас я хочу рассказать о том, что Гомер об этом уже написал 3000 лет назад, 2800 лет назад, о том, что самое большое удовольствие, самый большой кайф, который получает человек, он получает, когда он творит что-то своим телом, своими руками, своей силой, то есть прикладывая усилия. И, например, фермер, который спахивает поле, например, борец, который борется, например, швея, который что-то вышивает, например, мастер, который изготавливает тоже своими руками что-то. И это для человека приносит максимальное удовольствие, самое большое удовольствие в жизни. И, конечно же, некоторые вещи, говорит Рефикбей, они подлежат сомнению, и люди сомневаются в каких-то убеждениях своих и так далее. Например, говорится, что на вкус и цвет товарища нет. Это тоже можно поспорить с этим, допустим. И Рефикбей говорит, каждый раз, когда я хочу задать себе вопрос, я обращаюсь к этим произведениям Гомера, к Илиаде, Одиссея, и там я нахожу ответы на все эти вопросы. И то, что сделано телом, в сравнении с тем, что сделано, создана умом, они дают лучший результат или нет? Конечно же нет. То есть здесь имеется в виду, что не об этом речь сейчас идет. Фикри çalışмалар, беденle yapılан çalışмалardan миллион кат daha değerli sonuçlar çıkarır. Икисин арасында keyfi fark var. Беденle yapılан insana daha büyük keyif verir. Фикри yapılан bütün evrene çok büyük kapılar açar. Fayda sağlamakla keyif almak arasında do ile bish fark var. Конечно же, Рефик би говорит, всё, что сделано своим сознанием, умом, когда мы работаем умом, намного больше бывают пользы от этого. То есть польза от этой работы больше. Но когда мы работаем своим телом, мы получаем больше удовольствия. То есть здесь разница именно в этом. не в том, чтобы какая работа приносит больше пользы, а какая работа приносит больше удовольствия. То есть деятельность телом, когда мы создаем что-то своими руками, свои силы, это дает больше удовольствия, внутреннего удовлетворения. Ну и конечно же, так и должно быть правильно, потому что если бы наше сознание, наша голова спорила с телом и была слабее тела, то эта жизнь была бы просто невыносимой. Потому что тело, ну как бы, больше силы, если бы влияние имело на человека. То есть ремня, нужно это изучить? Если вы говорите, то эта жизнь что убит, и я испытываюсь, вы говорите, что на нашу жизнь это происходит? То есть ремня, да здесь, и сейчас при чем же эта тема того, что тело дает больше, работа телом, работа, созданная телом, руками, вручную, она дает больше удовольствия, чем умственная работа. Причем это связано с тем, что по поводу изобилия и процветания. Безерьяна... Причем, мы хотим изобилия и пробиться, Мы не тот, что мы не очень рады. Президент мы бокс, гюнь, каратай, бурдер, 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 не тот, что мы не так рады. Безумие, мы будем их разнообразить, мы можем Мы бы вот так, что мы посмотрим. Узай-ида Взводе в течение ковережной каталась. Узай-ида, Взводе, Взводе, zona 4XCW ГОРАТОБАГИТОРАБИТОМА Рефик говорит, что человек, когда участвует в каких-то соревнованиях, беге, в прыжках или борьбе, то есть человек, когда физически достигает каких-то результатов высот, он получает максимальное удовольствие. И на самом деле вот это удовольствие, оно не ограничено. И, конечно, человек хочет получать ещё больше и больше удовольствия. Например, представьте, что вы участвуете в плавании в этом вселенском пространстве или же вы участвуете в маратоне, маратоне по бегу между планетарным, межпланетарным. И сейчас кто слушает, послушает Рефик Бея и скажет, вы только в своих снах можете это увидеть. И мечтайте, Рефик Бея, мечтайте, насколько это, ну что это абсолютно невозможно. И человек, конечно, заагарчается. Дрывчаток. из сына, мы физически ологарм мы знаем, мы физически деятельности, мы fiction и с нашими Coast focus обращаемся мы возвращаемся и мне тебе немедленно я решил чтобы можно вы люди «Дюня'н'in dışından hiçbir maden getirilemez» Более в инансах, например. Бундан 1000 сене önce, люди так говорят, «Айдан, Марстан, Башка бирюк измин-ден, Hiçbir maden getireмез». «Инсан 1000 сене önce» «Ваи бе, «Беним тек дюням, Бу дюням, «Дюнярдан, Безậtарігин кейдет, Без дюням, Без пistani. Без дюням, Без дюням, Без дюням, Без дюням, Без дюням, Мы увидели, что мы потерялись из彼c, который мы смогли получить из彼c, но обучение того, что мы не потерялись из зерров, мы уже не смогли получить из彼c. Но мы не смогли уйти. И сейчас люди, раньше люди жили в этом понимании, что всё, что у них есть, оно находится только вот на этой планете, и они за пределами этой планеты ничего, допустим, принести не могут сюда, например. Но сейчас уже мы понимаем, что с Луны можно что-то принести, там Землю какую-то, с Марса там уже. То есть у людей расширяется кругозор, и они понимают, что они могут из других планет что-то получить. И здесь ключевое то, что если бы человек жил в этом ограниченном сознании, что только он зависит от этого материального мира, то, конечно же, его многие люди бы испытывали такое чувство разочарования, чувство, что ограничение. Месла Ай-а гидея на астронот, Дыро пожаловать в видео. что сделать, этот опыт, он хочет создать вам в качестве и завершающийốc. Это то, что вы видели. А вот отзывы царой на немецком русском языке, мы должны отзываться на царе, потому что при этом THEM, который под�грывает его царь, Но если что, то человек, взрослый для цели, взрослого и дежурного природы, взрослого природы. Esto не может быть, богатán не может быть, не может быть, человеку, автоматографируется. И еще нет ручки, братья, льда, горит, герой, оператор革е, все это не может быть! Если бы мы убирали, что мы не можем, что мы не можем, просто обозначить людей, не можем, Садится, что мы дюня, если бы так было, не было бы? Мы бонус береотимы... И мы бонус береотимы только дюня и санитой. ffele, чтобы заниматься, спira. Но теперь мы знаем, что мы не можем сейчас давать, только необычный И я думаю absolutely мы едем не gentleman мы не можем намекатьать, не даю. Светлана, делает, away from Большая любовь, которая позволяет все здоровье. Посмотрите, почему я сказал это? Мы будем делать медитацию, мы будем делать это для того, чтобы быть готов. И именно воображение, именно желание человека превзойти себя и прочувствовать чисто физически даже, прочувствовать вот это наслаждение от жизни, наслаждение от результата, оно на сегодняшний день дало понимание развития того, что человек может за пределами этой планеты, допустим, даже создать этот туризм планетарный, то есть космический туризм сейчас, вот эта тема развивается. То есть вот эти все достижения людей — это для того, чтобы прочувствовать вот это наслаждение тела от этих состояний. От этих состояний. И если бы человек жил в сознании, что он не может выйти за пределы этой Земли, то он бы, конечно же, был в унынии и думал, что всё его изобилие, оно только вот на этой планете материальное, и всё, и дальше бы развития бы не шло. И в принципе, конечно же, сегодня, например, Солнцем мы ничего не можем взять, но Солнце само нам даёт это изобилие, обогревая, даря своё тепло, даря свою энергию всему живому, всем живым творениям на планете. То есть изобилие, оно намного, намного шире, намного шире и намного изобильнее из космоса, то есть из Вселенной, из Вселенского пространства. И Солнце к нам приходит. То есть изобилие человека вообще, живых творений, оно на самом деле намного, намного больше и приходит извне, из вне тоже, из вне нашей планеты тоже, энергия, солнечный свет, тепло и все эти вселенские энергии к нам приходят. Мы, на Земле, на Земле беременный надежды посылаем technical надежды. Да, на Земле не было много минус, но в мире все населены. Солнечные света, Недель succesи являются в зеленую очистку и в газета скор canoe на великие ходы. 驴 и pallahu швак дни сейчас а ws а а а Hem de domatesi, buğdayımızı yetiştiriyor. Hem hayванların, hem insanların, hem bütün dünyanın canlanmasına güneş vesile oluyor. Ama biz sadece kendimizi dünya bereketiyle sınırlı zannediyorduk. Peki, sadece bu kadar mı? Güneşin de bir desteğe ihtiyacı yok mu? Dünyadaki insanlar nasıl ki bakın, yıldızlardan ve güneşlerine, başka gökyüzünlerinden yardım istiyorlarsa. E peki, güneş de şöyle düşünüyor olamaz mı? Ya benim de bolluk bereketimi, benim de gücümü, kuvvetimi, enerjimi veren biri var mı? Bu uzay boşluğunun dışı var mı? Evet. Uzay boşluğunun dışı beşinci boyuttur. Güneşin de, ayın da, yıldızların da bolluk bereketinin rızkını beşinci boyuttan ruhlar aleminden yüce Allah gönderiyor. Gönderiyor. Yüce Allah göndermeseydi bugün ne güneş olurdu, ne yıldızlar, ne hiçbiri. Bakınız, bizim bolluk bereketimiz dünyamızla hiç sınırlı değil. Bizim bolluk bereketimiz güneşle, ayla, yıldızlarla ve uzayın bitip de beşinci boyutunun başladığı alemle. İç, içe ve asıl kaynağını da buradan alıyor. Dolayısıyla hiç kimse kendini dünya yalnızlığıyla, kıtlık bilincinde görmesin. Evet. Çok güzel, çok muhteşem bir şey söylediniz. Gerçekten böyle. Daha bu meditasyonu yapacağız. Anlattıkları meditasyonu haline getireceğiz. Evet. Refik Bey говорит, что izabiliye, izabiliye этой планеты, izabiliye всех живых существ на этой планете, оно поддерживается не только izabiliyem iznutri вот этой планеты, оно поддерживается izabiliyem energií Вселенной, energií Солнца, бесконечной энергии Солнца, бесконечной энергии Луны. И даже вот этот Божественный Свет, который Солнце нам даёт, через Солнце нам приходит, оно не просто как свет, оно взращивает на этой планете всё, что мы потребляем. То есть даже помидоры, даже фрукты, всё это на самом деле, всё это izabiliye приходит к нам извне, от Солнца, Луны, от этих энергий Вселенских. И как вы думаете, о Солнце нуждается ли в поддержке? Солнце нуждается ли? Как вы думаете, оно так же говорит, мне тоже нужно восстанавливать энергию, мне тоже нужна энергия. Как вы думаете, откуда же берёт Солнце? И вот ночью мы испытываем вот это изобилие от других звёзд, от света других звёзд, а днём мы испытываем это изобилие, получаем от солнечных лучей. Как вы думаете, Солнце так же думает, оно имеет потребность от восполнения энергии откуда-то? Конечно же, Солнце так же восполняет энергию. Всё это Вселенское пространство, весь этот космос, всё это Вселенское пространство, оно так же наполняется энергией. Оно так же наполняется энергией. Откуда оно наполняется? За пределами этой материально-вселенского пространства существует Пятое измерение — Божественный план. И Бог, Аллах Субханава Тааля, спускает энергии Свои с Пятого измерения в это Вселенское пространство, в этим планетам, этим звёздам, которые нам светят и которые направляют свою энергию нам. И на самом деле Рефик Бей говорит, ни в коем случае не поддавайтесь такому ограниченному сознанию, что ресурсы на Земле заканчиваются, и все ресурсы только на Земле, и мы ограничены только этой планетой. Вся Вселенная даёт нам ресурсы, отправляет свои энергии звёзд, отправляет солнечные лучи, энергии, которые дают жизнь на этой планете и дают нескончаемый объём Вселенской энергии на нашу Землю и людям, всем живым творениям. И, конечно же, всё это наполняет энергией Творца, энергией Аллах полностью этим способствует, полностью он источник всей этой Божественной энергии. Нехуя. Тынёмызимы, в Сене мы посудимае нужны, мы видим, мы видим, мы видим, который из предisiertuit, мы видим и во второй вторая, мы видим, мы видим, мы видим, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще раз Субтитры создавал DimaTorzok 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 Которую они с собой носят И это похоже На то, как ребёнок Который рождается Он далеко от матери Не может уйти То есть он только родился А он что? Он пьёт молоко С материнской груди Да? Он не отрывается от матери И человечество В принципе Находится Вот на такой стадии развития Что Наша планета Земля Это мать От которой мы не можем Далеко улететь Дальше Атмосферы дальше стратосферы, то есть намного дальше от нашей планеты. И сейчас люди наверняка, если Рефик Бей скажет, что люди могут в будущем жить в этом вселенском пространстве и перемещаться, и сейчас люди скажут, ну, Рефик Бей фантазирует, такого не может быть. И, в принципе, так же, как и ребёнок, который там один-два месяца, ему говоришь, что придёт время, и ты будешь жить без необходимости в этом молоке, ты будешь самостоятельным. Или же для ребёнка, который маленький ещё, оставить в другом городе, конечно же, он умрёт. То есть для ребёнка это вообще непостижимо, непонятно, вот вся эта ситуация. И так же человечество в мире, оно находится вот на этой стадии развития ребёнка, который ещё не оторван от своей матери Земли, и он ещё до этого сознания не вырос, чтобы за пределами планеты во вселенском пространстве перемещаться и жить. 2022 yılında insanlık, henüz anne сütünü emен bir aylık, bir bebekle eş durumda. Ярин, yani yüzlerce yıl sonra, Марсда, hatta Güneş системinin dışındaki başka galaksilerde, узак yıldızlarda, insanlar dünyada yaşayabildikleri gibi yaşayacaklar. İnsanlar dünyada yaptıkları sporları yapabilecekler, dünyada keyif aldıkları çalışmaları orada da yapabilecekler. Бuna şu anda inanmak zor. Hem de tüm bunları oksijensiz yapabilecekler. Elbette buna inanmak zor. Çünkü şu anda anne сütünü emen bir aylık bir bebeğe deseniz ki bebek, bak, şu anda biz 20 katlı bir apartmanda oturuyoruz. Bu apartman betondan, demirden, çelikten, camdan, tahtalardan yapıldı. Valla bebek bunları insan yaptı. Evet sen şimdi bebeksin. Ama 20 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına geldin de ya inşaat ustası olacaksın, ya inşaat mühendisi olacaksın, ya memarı olacaksın. Bu 20 katlı, bu 100 katlı binaları, bu evleri, bu villaları sen yapacaksın dediğimizde bir aylık bebeğine der, ben nasıl yaparım ben daha annemden 10 metre uzakta bile yaşayamıyorum sütsüz. İnanmaz bunları yapacağına. O yüzden bugünün 2022'nin insanı başka gezegenlerde dünyamızda olduğu gibi yaşayabileceği konusunda belki 15 dakika önce bana katılmıyordu ama verdiğim örnekleri duyunca biraz ikna oldu galiba. Gelecekte biz de oksijansız tüm oralarda bu güzellikleri yaşayabileceğiz. Güzellikler Güzellikler Вот мы сейчас живём в этом этажном доме, этот этажный дом из бетона, этот многоэтажный дом человек может построить. Точно так же ребёнок не поверит в эти слова, он не поверит, как я это могу сделать? То есть у него сознание ещё не готово к этим вещам. Также и человечество ещё не готово к тому пониманию, что человек может жить за пределами этой планеты, может жить в этом вселенском пространстве, даже может быть в галактиках других. То есть и это тоже со временем человечество может это развить. И, возможно, сейчас уже чисто логически многие люди, слушая вот эти примеры, они могут принять теоретически, что это возможно с развитием других качеств человечества, его души, его всех возможностей и сознания. И мы можем сделать это, Айдек, о, бебея, десеки, бебе, бакшимдив, цеп телефону-музы грозы в гостерсек, Десеки, бак, şimdi buradan markete арюю, маркеттан спаршюю, баме 3 литра сут, 1 кг пейнер, 1 кг зиний, 5 tane ekmek getir, дай ясную. блогурум В время вперед время на томOUND они любой жизни считай вс твои ты кто вы мол бы говор потом Institufen Офигирать. А最近 ты не kindness. И ты не понимаешь, нельзя. Пока 20 лет. Интернет. Машина девочка может быть. Подождиrator я вам ясно. И ты не говоришь, ты kleiner по-другому. И ты не знаешьать. Мы, мы только вでуны, что я добро пожаловать? Мы только в этой стране, Химитер и другая, а в других странах картина? Мы только в этой стране не только? Нет! Нет. Мы по 4-бойуту физик евренины из-за чего-то Рефит-коркмазь ищет им. Рефит-коркмазь ищет им. 5-бойута идти. Богу пока, Богу, как раз мы видим, мы видим, что мы видим, мы видим, люди участь, мы видим, мы видим. Уландер Mustafa Kemal Atatürk'in yaptıklarını çektik, görmedik mi? Сavaşты, meydanları, галебиетlerini, заферlerini, görmedik mi Allah'ını seversen? Yaptık. Biz gittik. Bu dünyadan, физик евренinden çıkmış olanların yanına gittik. Onlardan bilgileri aldık. İşte biz sadece dünyaya mahkum değilmişiz. Biz sadece güneşe, yıldızlara mahkum değilmişiz. Biz fizik evrenin de ötesinden, yani beşinci boyuttan istediğimizi alıp getirebiliyormuşuz. Ve bana diyorlar ki, hocam o kişinin ayağı, evet biz de baktık canlı yayında, on centim kısaydı diğer ayağından. Nasıl yaptınız? Gittim, beşinci boyuttan kemik aldım, getirdim, yaptım. Hocam onun falan diğerindeki kemik ameliyatla alınmıştı. Ve oraya kemik nasıl koydunuz? Gittim, beşinci boyuttan kemik aldım, getirdim. Hocam onun C6, omurun ameliyatla yüzde yetmişe kesilmişti. Siz orayı nasıl tamamladınız? Gittim, beşinci boyuttan kemik aldım, getirdim, tamamladım. Bunu biz şimdi bir yaşındaki bebeğe, marketten elektronik ortamda verdiğimiz siparişi bile anlatamıyorken, 2022 insanın bunu anlamaması için doğal karşılıyorum. Fakat Refik Korkmaz eğitimini alınca, beşinci boyuttan kemik de alıp gelecek, eksik kemiği yerine koymak için, beşinci boyuttan bilgi de alıp gelecek ve beşinci boyuttan bereketini alıp gelecek. Şimdi onları izah edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de Türkiye'de öğretmenler nasıl konuşuyorsunuz? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de temiz bulundasın için lastsgeе. İzlediğiniz için, dek çok iyi bir nedenle bir evlilik. что наше изобилие мы получаем только из этой планеты или только из материальных энергий, то есть материальных каких-то вещей, и только от Луны, Солнца от этой энергии. На самом деле все, кто прошёл обучение Орифик Бея, уже понимает, что энергию, изобилие можно получать за пределами этого материального пространства с пятого измерения напрямую. И Орифик Бея говорит, когда мы видим, что у человека одна нога на 10 сантиметров не меньше, короче другой ноги, и когда я исцеляю в прямом эфире и выравниваю эти две ноги, откуда я беру эти, откуда я беру это исцеление, откуда я беру эту, допустим, ногу длинную, да, удлиняю. Я беру это с пятого измерения, я беру эту кость с пятого измерения, вставляю, и нога здесь в материальном мире уже выравнивается. Есть люди, которые обращались к Орифик Бею, после операции на позвоночнике не было кости, и эта кость Рифик Бея также говорит, я пошёл с пятого измерения, взял кость и вставил ему туда, и эта кость у него срослась, полностью дырка закрылась. То есть вот эти все исцеления Рифик Бея и те, кто прошли методику язык и чудеса под сознанием Рифика Кортмаза, они напрямую, своей душой берут эти энергии, эти изобилия с пятого измерения, напрямую с божественного источника, и могут таким образом исцелять и помогать людям. Рифика Кортмаза, вставленные энергетики, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 бollу и бдецет, мутлук, бо брод браво бдецет невivi б Pioneer passage keep б б б б б пок вот вот год б Сюда не может быть, но полный берег в каждом уровне. Мы сейчас это сделаем. Сейчас мы проведём практику, медитацию по изобилию. И, конечно же, каждый человек воспринимает изобилие в своём сознании. У многих людей ограниченное сознание, изобилие только проецируется через деньги или же через какие-то материальные блага и так далее. То есть это ограниченное мышление у многих людей. Оно фокусируется именно на этом изобилии. Как у одномесячного ребёнка, для которого изобилие — это материнское молоко. И всё. То есть сейчас мы поймём, что на самом деле изобилие — это не только деньги и не только какие-то материальные блага. есть изобилие в знаниях, изобилие в здоровье, изобилие в вечной молодости, изобилие в вселенских знаниях, изобилие во всём. И вот этот масштаб изобилия, он намного-намного шире. И вот этот масштаб изобилие, «Кимимиз — 7 аль». «Симди Анне-Рахминдеки» «Заманınızи хайал един». «Кендинзи» «Бир балонун içinde хайал един». «Чünkü без Аннемиза-Рахминдейкен» «Бир кесенин içindeyдикен, «Бир балонун içindeyдик». «Каждый из вас, закрыв глаза, представьте то время, когда мы были в утробе матери. Представьте себя ещё нерождённым ребёнком в утробе матери. Представьте, как будто вы находитесь в шаре, потому что ребёнок внутри утробе матери, он ещё, он как будто бы находится внутри шара». «Хайал един, о балонун içinde 9 ай бесленмемызе yetecek her şey var. Ve biz küçücük, hatta tırнак kadar ancak varız. Ve 4. 5. айымызе vardığımızda belki 1 юмрук kadarız. 8. 9. айымызе vardığımızda işte 2 юмрук kadar büyüyoruz о балону içinde». «Увидьте, что вы у вас есть всё для того, чтобы вы благополучно развивались в этой утробе матери 9 месяцев. И увидьте, что вы всего лишь с ноготок, ещё только несколько недель размером с ноготок. И ближе к 3-4 месяцам размером, может быть, с кулак, да, маленькая часть, маленький размером с кулак. И дальше размером 2, ну как сказать, размером 2 кулака, да. Увидьте, что вы ещё абсолютно маленький, маленький ребёнок внутри утроба матери. «Аннемызин карненда о балону içinde 9 ай, acaba sizler ne düşündünüz? Что у вас есть?» Рау. Вы guess с кулаком, вы думаете, что вы а не рави или, минус просто о балону ищите, что вы думаете, Болон меня любит. Болон меня любит. И что вы думаете? Просто внутри этого шара, внутри утробы матери, увидьте себя развивающимся и увидьте, просто посмотрите, может быть, послушайте, какие мысли внутри вас проходили, что вы чувствовали, находясь там. Просто представьте это перед глазами. Может быть, кто-то думал, что мне не хватает кислорода, мне не хватает пищи, или, может быть, кто-то, наоборот, комфортно себя чувствовал внутри утробы матери? Литвен, herkes бир декеке баксан, Аня Рахмин дейкен, болу беликетинез лей гели, о кисерин içиндеки гадалар лей гели, олумсо дюшинджеринзе шоуле бхатилей, бир декеке. Давайте каждый из вас сейчас погрузится в эту картину и увидит, какие мысли приходят к вам по поводу изобилия, по поводу пищи и пропитания, достаточно ли вам его было в этом состоянии внутри утробы матери. пусть посмотрят, есть ли там какие-то негативные восприятия по поводу изобилия, что кислорода или еды не хватает. Посмотрите, как себя чувствуете вы в эти периоды внутриутробного развития. в следующем случае. есть ли что? есть ли все У некоторых могут быть такие мысли, что этот шар, этот утроба меня не любит. Я сюда попал не вовремя. Меня здесь не хотят. Продолжение следует... 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 молчаным Баловым являет, очень аккуратно. Ты сделаешь резку, рыбкий, и иначе лучше. А если, что украшает, если, если, Если бабать, если бы collagen, если бы человек в jelly возрасте, то он оборудовался. Если бы женщина, чтобы носить его возрасте, тогда вы оборудовались. Если бы похож на то, то candidates, arcана, на treadmill, который был подогнём. Должен уроки подогнём, который был живем. И скажите этому ребенку «Малыш, ты полностью твоя мама тебя обеспечит пропитанием и изобилием. И ты будь в абсолютном умиротворении и доверии к этому. Если твоя мама не сможет тебе обеспечить, твой папа есть, он тебя обязательно обеспечит, он накормит маму. Если же папа не сможет, есть родственники, твой род, который тебя обеспечит этой едой, пропитанием и изобилием. Если твой род не сможет, есть государство, которое тебя обеспечит пропитанием, едой и изобилием. И, конечно же, есть Аллах, Творец, который всех обеспечивает изобилием и процветанием. И ты будешь жить в этом изобилии и процветании. И давайте сейчас это сознание недостатка, изобилие, это сознание ограниченности мы уберем. И объясним ребенку, что Творец всегда о нем заботится, и он будет находиться в этом изобилии и процветании. И, конечно же, ты будешь жить в этом изобилии и процветании. Поговорите с этим ребенком и скажите ему. «О, малыш, о, ребенок, ты не думай, что эта матка на арабском она называется «рагим» от слова «аль-рахман», от слова «милостливый». Она о тебе не заботится, не думай, что она тебя не любит, она тебя любит. Не думай, что ты пришел не вовремя, ты пришел вовремя, потому что ты создан Аль-рахманом, Аллахом, Творцом, который милостливый. И «рахим» на турецком «матка» переводится «рахам», «милость». И ты пришел сюда с изобилием, любовью, вовремя, с именно с милостью Творца. «Милостливый». 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 А теперь с закрытыми глазами увидите, что на протяжении 9 месяцев внутри «утрубы», в матке, Внутри этого шара ребёнку наполняется энергиями изобилия, энергиями процветания, энергиями исцеления и энергиями вечных Знаний на годзиллион множества миллиардов лет вперёд. Увидите, как эти Знания притекают в матку матери внутри, там, где развивается ребёнок. Девять месяцев наполняется этими божественными энергиями. Анне-Рахмин içinde 9 айдır duruyorsunuz ya, kendinizi yalnız hissetmeyin. Siz sadece физик-беденli değilsiniz. Рухunuzla berabersiniz. Анnenin-Рахмин içerisinde. Ve evet, şu anda bunları ben size söylüyorum ama Анне-Рахминдейken yemin ediyorum, ruhunuz bunları hep size söyledi. И если вы чувствуете, что вы одиноки внутри этой матки, вспомните о том, что внутри матки вы находитесь не только в физическом теле, но и со своей душой. И если сейчас вы слышите от меня эти слова, что Аллах, ваша мама, наполняют эту матку энергиями изобилия, исцеления, любви, вечных Знаний, божественными энергиями, то когда вы находились внутри утропы, ваша душа об этом вам говорила. И если вы слышите, что вы думаете, вы находитесь внутри утропы матери, и ваша душа вам об этом говорит. В этом месте, которое называется матка, на турецком, на арабском рахим, то есть милость переводится как милость, рахим, матка, в этом месте вы наполнены и живёте умиротворением. Это место наполняет вас радостью и счастьем. И это место, которое называется рахим, матка, наполняет вас вечной энергиями вечной жизни и наполняет вас энергиями божественных Знаний и исцелений. И вы, что вы слышите, что вы слышите. И вы слышите, что вы слышите, что вы слышите, сенами рахиминьи içinde, аломлерин атлетите, прев reportssun. Вы оси в законствольте отоси egtев workspace return св側 виищ 무 Sch sch на И услышьте Сейчас, как ваша душа вам говорит Внутри утробы матери Вы находитесь там И ваша душа вам говорит Здесь ты находишься за пределами счастья За пределами энергии счастья За пределами энергии сверхизобилия За пределами энергии сверхжизни то есть сверхвечной энергии вечной жизни, энергии умиротворения. И увидите, как матка, в которой вы находитесь внутри утробы, «рахим» на турецком, «рахим» — это «милость», переводится «милость». И она изнутри начинает светиться, наполняется прекрасными оттенками света, прекрасными лучами света и становится местом переливающим множеством различной энергии, множеством света и любви. «Анни-Рахм» — это два большинства, один из местных уровней, смотрите, что есть? «Счастье», «берегат», «бивчанство», «мутленность», «мутленность», «всек» — это «счастье», «мутленность», «мутленность», «мутленность». Матери, посмотрите, как много прекрасных энергий, как много энергий жизни, умиротворения, счастья, энергии абхаятотесиим, то есть энергии за пределами вечной жизни, за пределами счастья, за пределами изобилия. Увидьте эти прекрасные энергии, наполненные внутри утробы, Матери. И вы находитесь в таком шикарном, божественном пространстве. Это пространство мраморное море. Увидьте, что вы находитесь в этом мраморном море. И вы находитесь в этом мраморном море. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вы можете получить имущества в пятом этапе. Жизнь только маленький баллон, Аня Рахмин, и ваша жизнь здесь не будет. И конечно же не думайте, что вы всю жизнь проведете в этом, в этой утробе матери. Через некоторое время, конечно же, вы еще родитесь, станете взрослым, молодым человеком, молодым юношей или девушкой. И конечно же вы достигнете, еще увидите этот прекрасный мир. Возможно, кто-то из вас станет астронавтом, возможно, еще кто-то станет великим человеком и принесет в этот мир изобилие за пределами этого материального мира. с пятого измерения принесут идеи, изобилие, процветание, высокие вибрации. И так далее. И так далее. при взacе на полагу. У нас уже с вами около один сих пор. У нас вот нашего сих пор. А наша сема в семье оказалась einmal. Она пришла домой. Но нам надо отдать ребенка на домашем, почему мы все занялись в домашем, И так, увидьте, что уже 9 месяцев подходят к завершению, и остался час до вашего рождения. Ваша мама рожает вас дома, и пришли соседки, которые помогут ей родить. Они привели своих детей, и все ждут вашего рождения. И так, у нас родители, И нам очень активно ушел, мы выходим в течении души. И мы В�hair мы прощаемся! Прасентамы Прасента Прасента Полный баллон И мы ���ли Алипирующие Говина Свернет Сверху И Возвращение Алипирующие И построения И И Мы Возвращение умышлебление, 1 метра хвейка, ведь комшинара gösterишь. Хайяль. Увидеть перед глазами, как вы родились, и плацента, она, плацента, в которой вы находились, она как мешочек в стороне лежит и сдулся. И ваша мама подняла вас на руки, взяла вас на руки и подняла вас вверх, и всем показала, что вы родились в этот мир. Увидьте эту сцену, увидьте эту картину перед глазами. Давайте каждый из вас четко увидит эту картину, что всего лишь две минуты, как вы родились, и вы смотрите на эту плацебо, и видите вот эту плацебо, и видите, что оно лежит в стороне, как маленький мешочек, и ваша мама держит вас в руках, поднимает вверх над головой. Эта плацебо вверху, вы не верите в эту плацебо вверх? Вы верите вверху. Вы верите в эту плацебо вверх? Вы верите в эту плацебо вверх? Вы верите в эту мастульную плацебо? Вверху вы верите в эту explicitly цеп 명те, вы верите в эту плацебо вверх? Вверху вы верите в эту плацебо вверх? о том, что вы могли выйти за пределы этой материнской утробы. А сейчас вы увидите, сможете ли мы выйти за пределы этого мира, этой планеты или за пределы космоса. Сможем ли мы выйти? Конечно же, сможем. Программа «Сможем», «М. А теперь увидьте, пожалуйста, что ваша мама подняла вас на ладонях вверх, вверх и ещё выше, тысячу километров выше этой планеты. И вы уже находитесь в космосе. Вы находитесь в этой атмосфере за пределами нашей планеты. Увидьте, что руки вашей мамы ещё выше подняли вас, и вы находитесь за пределами этого вселенского пространства. И увидьте, как божественный свет светится на ваше тело, и ваше тело наполняется этим божественным светом, как звезда. Вы начинаете светиться, как звезда. Продолжайте видеть, как руки матери поднимают вас всё выше и выше, и вы уже за пределами солнечной системы, за пределами этого вселенского пространства, за пределами этого мироздания. И божественный свет наполняет ваше тело божественным светом, нуром. Аллах наполняет ваше тело этим светом, и оно светится всё ярче и ярче, как звезда. Идея? Аннемуинючинь авучлирови içerисненде, я надевшим, десять лет, десять лет, будучи годы лет мы прибившим, И мы живем, на земли зеленый звёзд, на замоке, на небо чеснете, высоте небо�� close вора, на небо крышки, все энергию клещей, на небо��ах, у нас ввелах. Их Юджи Аллах, оно в свете поиск, мы все веще свежие. Ведь 최근, hearts 29 global有人 Б� fundraising Бһлк najbardziej Бұл компейден Буш под demon Диез Вол объем Даже при entirety Бұл пов ashор Бұл ол ю хран Б harden да бұл Диез Вол объем Бұл үх Диезě Диез Семе Бұл Семе Диез Ровно минуту представляйте, как материнские руки поднимают вас выше и выше, и этот божественный свет наполняет ваше тело. И в этих материнских руках заботливых увидьте эту заботу, что эти руки поднимают вас выше и выше. Из каждой звезды, которую вы видите во вселенском пространстве, направляется к вам свет. И этот божественный свет бесконечно наполняет вас энергией. И увидьте, что эти руки матери держат вас заботливо, и они поднимают вас всё выше и выше в это бесконечное пространство. И увидьте себя молодыми, 14 лет подростками, взрослыми, до сегодняшнего возраста. Ровно минуту представляйте эту картину, что со всего вселенского пространства, с пятого измерения, с божественного плана, к вам в виде света течёт бесконечное свет изобилия, бесконечные лучи изобилия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И у вас вы принесли с собой всё это Вселенское, другие галактики, божественные, божественные изобилия, божественные энергии процветания. И на счетах ваших банков столько денег, что банки говорят, мы не знаем, куда их складывать. Откройте счёт ещё в одном банке, и столько изобилия, денег, всех исполнения ваших желаний, настолько изобилия вы принесли в этот мир. Siz bütün kozмоздан ve Yüce Аллахтан шифа энергетики и он был в этом мире. Сейчас шифа и в этом мире. И так много шифа и в этом мире, что банка использует божественного истощника, от Творца, и у вас столько внутри энергии исцеления, полностью наполняющие ваше тело, и оно светится у вас, и вы настолько наполнены, что вы можете поделиться и излучать эту энергию для всех живых творений на этой планете, для всех окружающих на этой планете. И вы можете поделиться, и вы можете поделиться. И увидите, что вы принесли в этот мир собой из источника, из божественного источника, из бесконечных галактик, из бесконечного вселенского пространства, энергии божественных знаний, энергии божественного счастья, энергии умиротворения, энергии радости, смелости и энергии вечной жизни, вечной молодости. И ваше тело наполнено всеми этими энергиями и излучает изнутри, полностью вы излучаете эти энергии. И увидите, как из вас эти энергии светятся, и вы излучаете эти энергии по всему миру, на всё пространство, на все живые творения в этом мире. Энергии исцеления, вечной молодости, умиротворения, изобилия. Энергии вечной жизни, а быхаят утаси, энергии сверх счастья, энергии изобилия и процветания. Энергии. Мы все гюзеллики, бурлок, бурлок и бурлок, бурлок и бурлок, бурлок и бурлок. И сейчас вы увидели, что вы и есть источник изобилия, процветания, источник этих божественных энергий. И каждый раз, когда кто-то вам скажет, что вы живёте в ограниченности, вы должны сказать «нет, я исключаю эти божественные энергии». Божественные энергии изобилия, процветания, энергии исцеления. Я внутри полностью наполнен этими божественными энергиями. И когда вас спрашивают «как дела?», вы отвечаете «я сверхсоздание». И говорите «я сверхсоздание». Ваша душа в этот момент поднимается в это пятое божественное измерение и приносит вам все необходимые энергии для вашего изобилия, счастья и процветания. Эти высокие вибрации. Эти высокие вибрации. Давайте все скажем три раза «я сверхсчастье». По-турецки мы говорим так «я сверхсчастье», «я сверхсчастье». Маша Алла Яри, от имени всех, кто сейчас вместе с нами был на этой медитации и всех, кто посмотрит эту медитацию, «я сверхсчастье». Я благодарю Рефигбея, Алла Розеболсон, сверхчудесная медитация, сверхчудесный полёт нашей души, раскрывающий безграничные возможности нашей божественной сути. Благодарю Рефигбея, благодарю всех, кто сегодня с нами на этой медитации присутствовал. «я сверхсчастье». Аллах разулсун, Рефигбея. Аллах разулсун, sizin işiniz zordu. Benim işim kolay, ben konuştum. Siz hem bunu Türkçe'sinde dediniz, çevirdiniz, Rus dilinde anlattınız, çok gayretiniz, zahmetiniz oldu, hakkınızı helal edin. Аллах, sizden гани гани разулсун. Аллах разулсун, Рефигбей. Bizim, bizim yüce Аллахтан verilen yüce ruhumuzun, yani ruhumuzun sınırsız bolluk bereketine vesile olduğunuz için Аллах разулсун. Bu sınırsız bolluk bereketi sadece bu dünyada değil, öbür ahirette de, beşinci boyutta da insanlar bunu sonra yaşayarak anlayacaklar. Ne kadar sonsuz biz bereketin vesilesine siz, yani vesile oldunuz. Allah razı olsun, Рефигбей. Biz kendimizi bu dünyayla sınırlı ve yalnız hissediyorduk. Hiç de değilmiş, bolluk bereketimiz sonsuza kadar gidebiliyormuş. Kaynağı sonsuza kadarmış. Yüce Мы сегодня прочувствовали, что наше изобилие, изобилие, божественное изобилие нашей Души, оно бесконечно, оно бесконечно. Благодарю Рификбея за такую божественную медитацию. Аллах разосун Рификбей, Аркезе и Акшамлардиором, всем сверхчудесного времени, времени божественных вибраций. И все, кто хочет прийти на обучение методики язык и чудеса подсознания, язык нашей Души, синхронизации с божественными энергиями, пожалуйста, присоединяйтесь. Это время высоких вибраций, это время чудес. Рификбе за такую божественную медитацию, и все, кто хочет прийти на обучение методики, присоединяйтесь к нашим телефонным номером 145-4, мою телефону 0534-308-1441, вы можете в шапке профиля посмотреть, присоединяйтесь к людям, которые излучают энергию Души, энергию высоких вибраций. Всем сверхчудесного времени. До встречи. Благодарю. Спасибо. Добрый вечер. На здоровье. Пока-пока.